Сколько вам надо таких послушниц? В основном это послушницы. Немножко и послушников есть. Сколько угодно. Сейчас, сейчас, сейчас. Сколько угодно! До потрясающего фанатизма! И вдруг тут говорят – не стало послушников, потому не стало и отцов. Не правда ли? И... Какое парадоксальное утверждение! Да кто же это такое, послушники? Да что ж такое тогда послушание? Всё перепутали, перевернули кверх тормашками. Рабство человеку называют послушанием, святым послушанием. Всё перепутали. Рабы были где угодно. Где угодно. Во всём мире, в древнем мире, у язычников верные были рабы, которые готовы жизнь отдать. Сейчас телохранители, пожалуйста, вам, которые нанимаются, да, обязаны и делают так, заставляют своей грудью того, кого не защищают. Разве об этом идёт дело? Речь разве об этом идёт? Ничего не понимают. Послушание заключается совсем в другом. И, прежде всего, оно начинается – это не с послушания человеку. Послушание человеку какому-то – это, если хотите, уже один из последних этапов той правильной духовной жизни, которая приводит или может привести человека к послушанию определённому человеку. Что это такое? Аскетический термин послушания носит совершенно другой характер. О чём она говорит? О быстренном стремлении человека осуществить свою жизнь во всём по Евангелию. Вы слышите? По Евангелию. То есть, исполняя эти заповеди Божии, прибегая к покаянию, правильно молясь, изучая творение отцов, изучая духовную жизнь, изучая те опасности, которые стоят на этом пути, зная признаки этого пути – вот, оказывается, что? Что? А превращается во что? В преданность человеку, когда человек заменяет собой самого Христа и Бога. Ещё раз говорю, послушание истины начинается когда? Когда человек в поисках того, кто может мне помочь. Вы слышите? Помочь в чём? Кто ищет помощи? Кто не знает, как быть? Я молюсь, а у меня ничего не получается. Я так же по-прежнему завидую, по-прежнему алчный, по-прежнему чревоугодник. Сестра, что мне делать? Я ничего не понимаю. Странно. Что такое? Я хожу в церковь. Так, кто мне подскажет? Кто подскажет? Как же мне быть? Что мне сделать, чтобы не зеленеть от зависти? Вы слышите, о чём идёт речь? Кого я ищу? Кто мне поможет избавиться от этих страшных болезней? Когда кажется, я уже принимаю те средства, которые очевидны. И в церковь хожу, исповедуюсь, причащаюсь и свечки ставлю. Вот оно, когда начинается искание, когда человек искренне хочет исполнить заповеди. Вы слышите? Заповеди! То есть, не осуждать, не походствовать, не чеугодничать, не завидовать, не раздражаться, не тщеславиться, не гордиться. Вот тут я начинаю так, ничего не получается. Кто поможет? Кто поможет? Вы слышите? Вот оно, где начало. При котором только человек начинает искать кого? Духовного руководителя. А не того, за кого можно уцепиться, и он мне скажет, где мне жить, что покупать, что продавать. Сколько поклонов бить? Какие акафисты читать, если хотите? Какому святому молиться? От страстей как избавиться? Вы слышите? Какая подмена может быть? Одно дело Евангелие, Бог, спасение. Другое дело, если хотите, тот, за кого могу уцепиться в этой жизни. Мне легче будет. У меня не будет ответственность. Сказал батюшка прыгать в прорубь, и всё. И я не виноват. Как хорошо. Снять с себя ответственность. Снять даже... Знаете, что самое главное даже? Не только. А снять с себя труд искания. Так вот, оказывается, вот этот труд, который предполагает, что горение у человека в поисках чего? Вот этого Царства Божия, которое внутри скрыто, и которое является святыней, святыней, которая попаляет тернии всех моих страстей. Вот этот-то поиск, оказывается, становится, становился, и об этом пишут отцы, всё менее и менее ощутимым. Послушников нет. Рабов сколько прикажете? Рабов, и особенно рабынь, сколько вам надо? А послушник где? Вот о чём пишут отцы. И страдали, и говорили, теперь вы поймёте эту фразу, страшную фразу, которая коробит многих и в ярость приводит. Когда мы читаем у святеля Игнатия, а это же повторяет и Феофан Затворник, когда чёрным по белому с восклицательным знаком пишет, духоносных наставников теперь нет. Ой-ёй-ёй, это я не наставник. Попробуйте ко мне, придите на зачёт. То есть на исповедь, извините, я ошибся. Да, перепутал совсем. Вот в чём дело. Игнатий Бринчину не случайно, не случайно обращается к Евангелию, к Евангелию. И помните, вспоминает эпизод-то какой. Христос, обращаясь к ученикам, и говорит, «Жалко мне народа, они как овцы, не имеющие пастыря». Это среди Игнатий приводит и дальше продолжает. В какую бы ярость и негодование пришли бы все первосвященники, священники, учителя и законники, услышав такую фразу, «Это мы-то не наставники!» Это вполне, друзья мои, понятно. Понятно. Я просто попытался объяснить вам очень важную вещь, о которой спотыкаются сейчас чрезвычайно многие люди. «Да, послушников уже давно, давно, оказывается, можно было встретить, редко, редко. Потому умалились старцы, потому они исчезли в конечном счёте, потому богодухновенных или богоносных наставников не стало. Но, вы помните, это можно было в отчаянии прийти просто от этого, но, что они же говорят, эти же, эти наши великие учителя, Игнатий, Феофан, те же оптинские старцы, и последующего XX веке, Игумен Никон, Схигумен Иоанн, перед этим Игумен Арсений, что они все говорят в один голос. Есть у нас бесспорные, истинные, истинные наставники. Прежде всего, вот они, святые отцы, святые отцы, писания их. И, во-вторых, и, во-вторых, что ещё более радует, ещё более утешает, что ищите единодуховных людей, ищущих хоть отчасти духовной жизни и спасения, и жительствуйте с ними по совету. «Жительство по совету». Дай Бог, если вы найдёте таких людей, или хотя бы такого человека, который так же стремится, так же ищет, так же изучает святых отцов, если хотите, так же испотыкается. По совету, оказывается, есть возможность, рассудив, рассудив, в смирении, искреннем искании, найти решение возникающих проблем. Вот какова ситуация. Вот видите, исхотон какой интересный, правда же? Искание Царства Божия. То, что имело место, то, что сейчас, то есть уже давно угасает, уже давно начали отцы плакать, плакать, буквально и рыдать. Вы это знаете. Знаете. Поэтому вот эти оптимистические какие-то возгласы, да, о возрождении и прочих вещах смотрят, какой-то там мудрый человек и улыбается. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Разве возрождение в этих внешних формах? Да сколько угодно вы мне сервируете стол, какими угодно драгоценными вещами. Но если я там не найду хотя бы плесневую корочку хлеба, что мне проку от вашей сервировки? Скажите. Я от голода умираю, а вы мне тут драгоценную посуду ставите. Что проку-то мне от этого? Формы, формы и формы, структуры и формы, умножение всякой-всякой деятельности и так далее. Душу, душу дайте, душу. Вот о чем, о чем говорит, о чем взывает, взывает церковь.